Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите Городские новости. С вами Татьяна Ионкина. Ближайшие 10 минут о главных событиях в городе. Сегодня в информационном выпуске. Центральной библиотеке матерей Десногорска поздравили с праздником. В городском центре досуга состоялся праздничный вечер для мам. Заседание круглого стола в Десногорском энергетическом колледже. Веселые старты для воспитанников детских садов. А теперь об этих и других событиях подробнее. 29 ноября – Всероссийский день матери. В этот день принято поздравлять всех мам. В читальном зале Центральной библиотеки прошел вечер презентация «Безграничная любовь». О том, как поздравили матерей с праздником, смотрите в нашем сюжете. На праздничный вечер работники библиотеки пригласили матерей Десногорска, которые отмечаются в нашем городе за исключительные творческие успехи. Вместе с ними на праздник пришли их мужья и дети. Бабушки привели своих внуков. Первым слова поздравления сказал глава администрации Вячеслав Седунков. Всей теплотой сердца хочу поздравить всех десногорских матерей с этим их предстоящим персональным праздником. Хочу пожелать им, конечно, Бога большого здоровья, и, конечно, большой ответной любви от их детей, счастья и спокойствия от твоих. Вечер назван презентацией неспроста. Вся программа состояла из персональных представлений участниц торжества. Ролики рассказывали о каждой из них, об их судьбах, семьях, достижениях в творчестве. Для каждой в отдельности звучали теплые слова поздравлений от родных и близких. Мамы получали подарки от организаторов вечера и музыкальные приветствия от творческих коллективов. ПЕСНЯ ПЕСНЯ В городском центре «Досуга» 25 ноября состоялся праздничный вечер для мам многодетных семей, мам детей инвалидов и женщин, взявших под опеку приемных детей. Программу подготовил Совет женщин города. Подробности в нашем следующем сюжете. В этот вечер в зале царила уютная домашняя обстановка. Мам города поздравили почетные гости. Директор Смоленской АЭС Александр Васильев, заместитель главы администрации Сергей Тощев и председатель общественного совета города Владимир Исаев. ПЕСНЯ 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 В Десногорске проживают 143 многодетные семьи. Мам отметили на празднике памятными подарками и цветами. Совет женщин ежегодно поздравляет мамочек, у которых родился четвертый ребенок. Растить здоровых деток нелегкий труд, но вдвойне труднее растить малыша, рожденного с особенным здоровьем. Мужественных мам, воспитывающих таких детей, отметили на празднике отдельным вниманием. В нашем городе проживают 64 семьи, которые взяли под опеку детей-сирот и воспитывают их как своих родных. Слова благодарности для этих женщин сказала Ольга Хромченкова. От своего имени, от вашего лица, от лица всех десногорцев мне хочется сказать огромное спасибо за их ежедневный непосильный труд, за те бессонные ночи, за те тревоги, которые переживают эти семьи. Чествование матерей и многодетных семей во Всемирный день матери – хорошая традиция Десногорска. 25 ноября в Десногорском энергетическом колледже состоялось заседание Круглого стола по формированию патриотического самосознания у молодежи нашего города. В работе Круглого стола приняли участие педагоги, представители предприятий и администрации города, общественные организации, ветераны и студенты. Участники обсудили аспекты заявленной темы. Говорили, что высокое понятие патриотизм – это воспитание толерантности, чести, достоинства, гордости за нашу родину. С учетом современных задач, необходимости страны, главным в работе по патриотическому направлению молодежи у нас в городе выступает нравственное воспитание. Об этом говорил председатель общественного совета Десногорска Владимир Исаев. Все организации и предприятия города скоординированы в сфере этой деятельности. Сегодня в ходе Круглого стола выступающие подчеркнули именно то, что незыблемость нашей истории, то, что защищали родину Великую Отечественную войну 1812 года. Первая и Вторая мировая война показали, что Россия сильная страна, но у нее не только друзья есть, а и те, которые могут посягнуть на ее пространство и на наши интересы. И поэтому говорить о родном городе Десногорске, о Смоленской области, о нашей России в целом нужно сегодня с позиции любви и уважения. Площадкой для проведения мероприятия выбран Десногорский энергетический колледж, потому что именно здесь за многие годы накоплен большой опыт патриотического воспитания студентов. Сегодняшнее мероприятие, которое прошло в нашем колледже, помогло первокурсникам и вообще студентам нашего колледжа узнать много о российской армии, о патриотизме и вообще в целом о военном обязанности. Помимо этого мероприятия у нас также будут проходить в колледже другие мероприятия, посвященные военной отрасли. И как показали итоги круглого стола, проводимая у нас в городе в этом направлении работа дает положительные результаты. 23 ноября под Смоленском на полигоне твердых бытовых отходов Кучино уничтожили 63 тонны подкарантинной продукции, прибывшие из Республики Беларусь в сопровождении поддельных фитосанитарных сертификатов в Турецкой Республике. Факты выявили инспекторы управления Россельхознадзора. В связи с нарастанием террористической угрозы, полеты в Турцию будут ограничены. С рекомендациями о прекращении полетов для россиян в эту страну выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Воздержаться от поездок в турецком направлении Лавров посоветовал после того, как произошла атака на российский бомбардировщик Су-24. Продажа туристических туров для россиян в эту страну приостановлена. А сейчас блок криминальных новостей. Жителю Рословля грозит до двух лет лишения свободы за заведомо ложное сообщение в полицию о совершенном преступлении, как сообщает пресс-служба УМВД. 23 ноября в полицию обратился 28-летний рословчанин, который сообщил, что минувшей ночью из двора его дома пропал автомобиль. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Как выяснилось, что хозяин сам бросил свой автомобиль недалеко от дома после того, как сбил столб линий электропередач. По данному факту проводится проверка. Несколько жителей Смоленской области пострадали от мошенника, который выкладывал в интернете объявления о предоставлении им услуг по оказанию различного вида строительных работ. Граждане связывались с ним по телефону, обсуждали стоимость работ, заключали договор, по условиям которого злоумышленник брал предоплату. Получив деньги, он исчезал. На данный момент мошенник задержан. Марихуану и склад оружия обнаружили в доме ранее судимого жителя Смоленской области. Безработный, ранее судимый, 35-летний житель Ельни задержан за незаконный оборот наркотиков. Плюс при досмотре квартиры у него были обнаружены оружие и боеприпасы. Возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит 10 лет лишения свободы. А сейчас мы хотим познакомить вас с событиями на Смоленской АЭС. Атомная станция благодаря системе бережливого производства «Росатом» планирует до 2017 года снизить себестоимость электроэнергии на 25%, затраты на энергоресурсы, ремонты топлива на 30% и сократить складские запасы на 11%. В этом году САЭС была выбрана одним из 10 предприятий отрасли для пилотного внедрения ПСР. Успехи по ее внедрению на предприятии отметили участники развивающей партнерской проверки госкорпорации «Росатом», которая прошла на станции с 19 по 20 ноября. Опыт, наработанный коллективом в Смоленской АЭС, будет тиражирован к использованию для остальных филиалов концерна. И еще о главном. Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов в Смоленской области» открыла портал. На сайте можно ознакомиться со всеми документами, а также скачать образцы документов для проведения общего собрания собственников. Также здесь можно проконтролировать начисления по своему лицевому счету и скачать квитанцию на оплату. А теперь о спортивной жизни Десногорска. В детско-юношеской спортивной школе 26 ноября состоялись спортивные состязания между воспитанниками двух детских садов. В соревнованиях, которые были посвящены Всемирному дню ребенка, приняли участие дети двух детских садов нашего города – Чебурашка и Ласточка. Для юных спортсменов была подготовлена программа, в которой ребята смогли посоревноваться в быстроте, ловкости, сообразительности и в умении работать в команде. Ласточка Эти соревнования собрали на трибунах немало болельщиков. Поддержать сверстников пришли ребята из детских садов «Лесная сказка» и «Аленка». По результатам, которые озвучила жюри, команда «Ласточка» оказалась самой шустрой и быстрой. За это она получила почетную грамоту, а команда «Чебурашка» стала самой ловкой. Все спортсмены за участие получили сладкие подарки. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disna-tv.ru. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова